Совсем недавно в Одессе состоялся конкурс «Хакатон». Сегодня мы поговорим об этом, а еще о космических планах, которые будут реализованы в Одессе. Это день на седьмом. Здравствуйте, в студии с вами Татьяна Милимко. Сегодня в гости к нам пришла Мария Ероцкая, координатор NASA Space Apps Challenge в Одессе. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Расскажите о «Хакатоне». Он недавно состоялся в Одессе. Он прошел впервые. Это было масштабно, это было зрелищно и уникально, и очень с хорошими результатами все прошло. Да, это так. Нам удалось собрать самый массовый «Хакатон» в Одессе. Несмотря на то, что это мероприятие достаточно узкоспециализированное, мы не рассчитывали, что придет так много людей, но люди пришли. Пришли и дети, и взрослые. У нас в общей сложности было 160 регистраций на мероприятия, и до конца марафона вот этого вот дошло 11 команд. Уже голосование как бы глобальное заканчивается, а в категории зрительских симпатий уже и проект выбрали, и наш одесский проект, несмотря на то, что его делали школьники, вошел в топ-20. Расскажите о проекте самому. Что они предложили? Ребята работали в категории «Смарт-виллэдж». Это задание, которое поставлено непосредственно НАСА. По условиям задачи им нужно было спроектировать поселение будущего. Как оно будет устроено, за счет чего будет его экономика существовать. Они спроектировали как бы умную деревню, которая будет самодостаточной за счет сельского хозяйства, современной какой-то там солнечной энергетики. Они не успели глубоко закопаться в просчеты, но они очень хорошо продумали концепцию. И мне очень понравилось, что они невероятно эрудированные ребята. Они знают, как работать в сложных природных условиях, например, в Израиле. Они наслышаны об этом, они много раз это упоминали. Они знают о программах, когда космонавты тренируются в пустыне для того, чтобы симулировать условия колонизаторов Марса. Они все это как бы использовали, и я думаю, что если бы все дети в 11 лет были такими, то мы бы могли совершенно спокойно быть за будущее нашей страны. Ну нельзя сказать, что шестиклассники что-то вот себе придумали, какую-то стратегию по типу игры, и в общем-то все, можно об этом забыть. Это действительно очень серьезный план, который готов к реализации. Осталось только там просчеты какие-то сделать. Они там еще, по-моему, просили компьютерщиков или программистов, которые бы помогли им в реализации. То есть нельзя сказать, что это какая-то школьная такая вот игрушка. Это абсолютно не лабораторная работа и не реферат. Это очень классная концепция, над которой они поработали конкретно вот в эти 48 часов. И мы им помогали, и менторы им помогали. То есть это, ну, серьезный вполне проект. У нас есть и вторые победители, которые чуть меньше привлекают внимание медиа, потому что они взрослые. Но мы их номинировали на глобальное голосование, когда НАСА будет выбирать уже непосредственно проекты, предложенные жюри. Они придумали проект о том, как конкретно подсчитать объем энергии, получаемый от солнечной батареи. Они при помощи паяльника и светодиодов за 48 часов собрали прототип, они написали приложение, и они нам продемонстрировали, что они действительно могут вот практически там полузнакомые друг с другом команды, они за двое суток достигли таких результатов, в научно-исследовательских институтах занимает неделя. В этом и цель Хакатона, чтобы вот в таком вот режиме экстремальном быстро выдать классный результат. А кто эти ребята? Ну, шестиклассники мы знаем, они в астрономическом кружке, по-моему, да, там занимаются регулярно. А ребята, о которых вы рассказываете сейчас? Ребята, которые победили сейчас, это два андроид-разработчика, Василия и Глеб, которых я достаточно давно знаю. Лилиан, менеджер проектов, она приехала из Санкт-Петербурга, чтобы поучаствовать в этом Хакатоне. И у них был еще удаленный дизайнер, и сидел он, кажется, где-то в Инденезе, если я не ошибаюсь. Вот эта удаленность, кстати, это очень интересно, ведь Хакатон проходил не только в Одессе одновременно, он проходил еще в разных уголках мира. Сколько еще было участников? Участников было порядка 15 тысяч в этом году, если мне не изменяет память. Вот, они не все, естественно, дошли до финала, мы говорим только о регистрациях, потому что четкая статистика будет чуть-чуть позже. Но в этом году они прям задали очень высокую планку. А здорово, что прошли наши одесситы на международный уровень, ведь были какие-то риски, да, что, ну, впервые, ну, еще, может быть, не так подготовлены, и помимо того, что они прошли международный уже конкурс непосредственно, так еще вот шестиклассники, говорю о них сейчас, да, они заняли 19-е место, насколько я знаю. Да, они заняли 19-е место, и не только они из Украины вошли в топ-20-ку. Я не помню, пока что на 15-м месте был проект из Днепра, и Днепр тоже в этом году первый раз хостил Хакатон. И получается, что два дебютанта вывели в топ-20 свои проекты, и я невероятно этим горжусь, потому что это наши соотечественники, их идеи, их подходы, это классно, потому что Украина прозвучала. Мы все говорим впервые-впервые, но будет ли повтор Хакатон? Абсолютно будет, я готова этим заниматься. Кроме того, мы не собираемся сейчас делать перерыв на год, мы продолжаем проводить какие-то мероприятия. Какие-то мероприятия? Какие-то мероприятия, это не секрет. Сотрудничество, либо рассказывайте о ближайших мероприятиях. Я могу рассказать о ближайших мероприятиях. Мы очень подружились с коллективом Одесской государственной обсерватории, и в сотрудничестве с ними мы будем примерно раз в месяц организовывать интерактивные квесты. Когда 30 участников должны будут решать конкретные физико-астрономические задачи, мы будем из них выбирать победителя, награждать его, а потом все дружно будут идти на экскурсии на телескоп. И в августе совместно с обсерваторией мы собираемся провести астрофест. Это фестиваль тротуарных наблюдений за небесными телами. То есть прямо в городе, прямо на улице можно будет поглазеть телескоп. Вот, помимо прочего... То есть вынесут телескоп, где-то поставят на центральную... И не один. И не один. И можно будет подойти и посмотреть телескоп. Да, мы сейчас рассматриваем проведение этого мероприятия в порту, потому что там хорошо видно небо. У нас в городе раскидистые деревья, и проблемно найти хорошее место. Ну и освещение в городе. И освещение. Ну, тут как бы, понимаете, если даже отойти от фонаря, все равно будет освещение мешать. Тут нужно ехать в маяки или в Черноморку. Но наша цель именно провести массовое популяризаторское мероприятие. И для этого важно его сделать в городе, чтобы проходящие люди интересовались, замечали, спрашивали. А известные даты уже? Мы планируем 10 и 11 августа. Возможно, мы будем переносить в связи с погодными условиями, потому что тут как бы не угадаешь. В августе такое звездное небо, очень красиво. И метеориты, и все, что хочешь. А что за празднование легендарной, дня рождения легендарной саги «Звездные войны»? 40 лет. Ну, мы, гики, 25 мая отмечали юбилей саги «Звездные войны». Это сага, которая, в принципе, появилась как ответ американской массовой культуры на вызовы вот холодной войны. То есть «Звездные войны» — это не только понятие из кинематографа, это еще и понятие политическое. И для того, чтобы донести вот эту вот мощь космическую Соединенных Штатов до массового потребителя, Джордж Лухас придумал вот эту всю вселенную. А потом, когда проблематика «Звездных войн» как холодной войны потеряла актуальность, он продолжил рассказывать красивую сказку, вдохновляя многие поколения людей на то, чтобы интересоваться космосом, смотреть вверх и думать о том, есть ли там какая-то еще жизнь, и что происходит в далекой-далекой галактике прямо сейчас. То есть можно как-то и на современный лад тоже, да, это перенести и те события, которые в «Звездных войнах», и где-то трактовать даже, мне кажется, на каком-то таком маленьком уровне это тоже действенно и тоже можно образно принять. Гипотезы, которые вот в «Звездных войнах» использовались для построения каких-то кораблей, ну, той же «Звезды смерти», например, их сейчас можно подтвердить или опровергнуть с помощью новейших научных открытий. И мы этим как раз собираемся заняться завтра в обсерватории. К примеру, в одном из последних эпизодов, возможно, вы помните, «Звезда смерти» была сделана из небесного тела непосредственно. И мы собираемся проверить, действительно ли можно сдвинуть с места небесное тело, и что после этого случится. И наши коллеги-ученые из Одесской обсерватории утверждают, что таки да, можно, и причем это можно сделать уже сейчас, так что, ну, как бы, темные силы не дремлют. Я поняла. А для детей будут ли какие-то мероприятия? Я понимаю, конечно, что посмотреть телескоп — это в первую очередь для детей в том числе. Ну, быть может, какие-то еще лекции или такие же объяснения, может быть, других фильмов, картин, всего чего угодно. В Одесской обсерватории постоянно действует астрономический кружок для детей. Они возят детей на экскурсии. Они вот в эти выходные из-за погоды не поехали в Маяки, где находится крупнейший радиотересков в Украине. Но они ездят туда летом практически каждые выходные с экскурсиями. Дети проводят наблюдения, смотрят, как там все устроено. Ну, понятно, что главная цель для нашего физфака — это привлечь абитуриентов. Потому что сейчас мало кто выбирает эту учебу. Она сложная, она требует вложений моральных, эмоциональных. То есть это вот прям надо на пять лет закопаться в физику. Не каждый на это способен. Я уж точно нет. Но наша цель, наверное, все-таки помочь детям рассказать, что такого интересного в физике и почему этим стоит заниматься. Но у Украины есть космическое будущее? Я считаю, что есть. Потому что космическое агентство сейчас переживает такой этап переосмысления. Наши компактные спутники, которые «Купсат» называются, наши какие-то ракеты-носители, они используются, в принципе, сейчас в космических программах. Но этого мало. Мы хотим больше. Мы хотим на этом начать зарабатывать, как государство. Поэтому космическое агентство, конечно, тоже всеми силами способствует тому, чтобы это развивалось. Конечно, вот когда слышишь НАСА, представляешь себе что-то такое масштабное. Думаешь, боже, Хьюстон, неужели он сюда в Одессу приехал. Расскажите, как все выглядит на самом деле? Как выглядит ваша работа? И чем вы занимаетесь? И главное, для чего? Знаете, я иногда себя чувствую вот каким-то маленьким... Космонавтом немножечко, нет? Нет, я бы сказала винтиком в системе, потому что само мероприятие Space Apps Challenge, международный хакатон, это такой краудсорсинг. То есть если бы не энтузиасты по всему миру, если бы не люди, которые готовы бросить все и два месяца заниматься только этим, хакатона бы не было. Потому что НАСА может задать невероятно интересный вектор для работы, но они не приедут в Украину заниматься непосредственно организацией. Это уже наша задача. Как это выглядело? У нас был координатор в НАСА, он был один, и один был научный консультант, которые еженедельно с нами созванивались, они нам помогали от и до спроектировать мероприятие, которое привлечет внимание людей. И, наверное, попозже у нас попросят отчет, потому что в прошлом году мне, говорят, просили. Я этого момента жду с некоторым содроганием. Почему? Я не люблю готовить отчеты. А видеоотчеты разве не подходят сегодня? Видеоотчет, ну... Можно посмотреть, там два с чем-то, да? Два с половиной часа или около трех часов все снимали в терминале 42. Да, мы организовали съемочную группу, и у нас было порядка двух тысяч зрителей на Фейсбуке только. А известно, какая тема будет в следующем Хакатоне? Пока нет. Это будет известно только за пару месяцев до. Я думаю, что это будет так за планету, учитывая, что в этом году совершается столько открытий на эту тему. Есть программы NASA, которые направлены на распространенные вычисления по экзопланетам. То есть каждый может предоставить мощности своего компьютера и поучаствовать в какой-то программе. Или, например, каждый может загружать какие-то снимки ночного неба, чтобы участвовать в этих программах. Я думаю, что на следующий год будет стоять задача даже не инженеров и программистов привлечь, а повысить узнаваемость вот этого всего, чтобы люди, которые болеют космосом, могли об этом узнавать и знали, как они могут в этом поучаствовать. Давайте для людей, которые болеют космосом, скажем, где можно следить за мероприятиями, которые вы организовываете, ну и пригласим на ближайшие. Ближайшее мероприятие будет 30 мая. И дальше за анонсами нужно будет следить на нашей странице в Фейсбук. Это Space Apps Challenge Одесса. Почему мы не можем заранее говорить о датах? Потому что погода, во-первых, и во-вторых, много разных переменных. Но я точно знаю, что в июне у нас будет фотовыставка израильского фотографа, который в пустыне проводит все свое свободное время, фотографируя небесные тела. Это тоже будет очень интересно. Будет мастер-класс по съемкам. Это будет в июне. Что дальше, это уже нужно будет за анонсами следить. Мы в любом случае будем вас ждать и готовы всегда освещать события, которые вы проводите. Это всегда интересно и здорово. И на самом деле мы так устремляемся в космос, да, потому что вызывает какое-то такое внутреннее расслабление о том, что есть что-то непознанное, есть что-то не нуждающееся в вопросах, возможно, да. Точнее, оно вызывает очень много вопросов, но ответы ты можешь получить только если сам будешь копаться, сам искать и находить их. Спасибо большое. Я напоминаю, на нас в гостях Мария Еродская, координатор NASA Space Apps Challenge в Одессе. Спасибо, Маша. Спасибо, Татьяна. Это была программа «День на седьмом» в студии. Провела ее с вами Татьяна Милимко. Всего доброго. Продолжение следует...